Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео урок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – решение задач с помощью уравнения. На прошлых уроках вами были рассмотрены способы решения уравнений с десятичными дробями. Сейчас мы рассмотрим с вами практическое применение уравнений с десятичными дробями. Для начала давайте вспомним, что значит решить задачу алгебраически, то есть с помощью уравнения. Вспомним алгоритм решения подобных задач. Первое, что надо сделать, это внимательно прочитать текст задачи, выяснить, что известно, а что надо найти. Во-вторых, сделать краткую запись условия задачи в виде схемы, таблицы или рисунка. Другими словами, разбиваем условия задачи на отдельные ситуации. В-третьих, выбираем неизвестную величину, обозначив ее латинской буквой. Обращаю ваше внимание на то, что за неизвестную величину х лучше выбирать самую маленькую величину или обычную величину главного вопроса. В-четвертых, используя условия задачи, составим выражение, выражая таким образом другие неизвестные через х. В-пятых, используя условия задачи, составляем уравнение, ставим знак равно между уже составленными выражениями и известной величиной из условия задачи. В-шестых, решаем уравнение, находим наши неизвестные. В итоге записываем ответ к задаче. По такому же алгоритму решаются задачи, содержащие десятичные дроби. Решим следующую задачу. Высота двух горок в аквапарке составляет 6,25 км. Открытая горка на 0,31 км выше, чем горка Камикадзе. Вычислите длину каждой горки. Итак, составляем схему задачи. У нас с вами есть две горки, одна из которых выше другой. Обозначим за неизвестную величину х км высоту самой маленькой открытой горки. Тогда высота горки Камикадзе записывается в виде выражения х плюс 0,31 км, так как она выше на 0,31 км. А из условий задачи мы с вами знаем, что высота обоих горок составляет 6,25 км. Можем смело составить уравнение. В величине х в высоте первой горки прибавляем выражение х плюс 0,31 км, это высота второй горки, равно 6,25 км. Это высота обоих горок. Пользуясь сочетательным свойством сложения и распределительным свойством относительно умножения, получим новое уравнение. 2 умноженное на х плюс 0,31 км равно 6,25 км. Назовем компоненты данного уравнения. Слагаемая, слагаемая, сумма, неизвестная у нас содержится, слагаемая. Чтобы его найти, нужно из суммы вычесть известные слагаемые. Выполним вычитание. Получим 2 умноженное на х равно 5,94. Получили новое, простое относительно х уравнение. Назовем и его компоненты. Множитель, множитель, произведение. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 5,94 разделить на известный множитель 2. Выполним деление. Получим 2,97. Итак, наше неизвестное х равно 2,97 км. Это у нас высота открытой горки. Но на вопрос задачи мы еще с вами не ответили. Для этого подставим найденную нами величину в выражение горки Камикадзе. Получим 2,97 плюс 0,31 км. 3,28 км. Теперь мы ответили на вопрос задачи. Но чтобы убедиться в верности решения, давайте выполним проверку. Сложим высоту обоих горок. 2,97 плюс 3,28 равно 6,25. Действительно, равенство у нас верное. Значит, мы решили верную задачу. Записываем обязательно ответ. В ответе указываем оба значения. 2,97 км и 3,28 км. Решим следующую задачу. Два школьных рюкзака весит 9,2 кг. Один рюкзак в 3 раза тяжелее, чем другой. Сколько килограмм весит каждый рюкзак? Составим схему задачи. Итак, у нас с вами есть два рюкзака. Вес каждого из них мы не знаем, но знаем, что один в 3 раза больше другого. Обозначим за неизвестную величину х кг величину самого маленького, в данном случае первого рюкзака. Массу второго рюкзака запишем в виде выражения 3, умноженное на х, так как он в 3 раза тяжелее. А из условий задачи мы с вами знаем, что вес обоих рюкзаков составляет 9,2 кг. Можем смело составить уравнение. К величине х в массе первого рюкзака прибавляем в выражение 3, умноженное на х, масса второго рюкзака. Все это равно 9,2 вес двух рюкзаков. Пользуясь распределительным свойством относительно умножения, получим новое, простое относительно х уравнение. 4, умноженное на х, равно 9,2. Назовем компоненты данного уравнения. Множитель, множитель, произведение. Неизвестным у нас является множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 9,2 разделить на известный множитель 4. Выполним деление. Получим х равно 2,3. А это вес одного рюкзака. Но по задаче нам надо узнать вес каждого рюкзака. Подставляем найденное значение в выражение второго рюкзака. Получаем 3, умноженное на 2,3, равно 6,9 кг вес второго рюкзака. Итак, убедимся в верности решения. Сложим вес обоих рюкзаков. И проверим, действительно ли он 9,2 кг. Складываем 2,3 плюс 6,9 равно 9,2 кг. Мы получили верное равенство. Значит, задачу мы решили верно. Записываем ответ. В ответе указываем вес каждого рюкзака. 2,3 кг и 6,9 кг. Решим следующую задачу. Два мальчика, одновременно из двух парков, находящихся на расстоянии 13,45 км, один от другого, выехали навстречу друг друга на гироскутерах. Первый едет со скоростью 14,5 км в час, а второй 12,4 км в час. Через какое время они встретятся? Составим схему к задаче. Вспомним формулу нахождения расстояния. Расстояние равно скорость, умноженное на время. Составим таблицу значений, где укажем все эти три величины. У нас есть два мальчика. Скорость движения каждого из них мы знаем. Это 14,5 и 12,4 км в час соответственно. Время мы не знаем, но знаем, что оно одинаковое. Его и обозначим за неизвестную величину х. Зная время и скорость, можем записать путь каждого до встречи с помощью выражений. Путь первого мальчика 14,5х, второго мальчика 12,4х. А по условию задачи известно, что весь путь составляет 13,45 км. Составим уравнение. Складываем выражение пути обоих мальчиков. 14,5х плюс 12,4х равно 13,45. Это весь путь. Получили уравнение. Приведем подобные слагаемые в левой части уравнения. Получим 26,9х равно 13,45. Назовем компоненты полученного уравнения. Итак, множитель, множитель, произведение. Неизвестным является множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 13,45 разделить на известный множитель 26,9. Но сначала перенесем запятую. х равен 134,5 разделить на 269. Выполним деление. Получим 0,5. х равно 0,5 часа. Это время, через которое они встретятся. Выполним проверку, правильно ли мы решили данную задачу. Подставляем найденные значения в уравнение. Решим числовое выражение. 14,5 умножаем на 0,5. Прибавляем 12,4 умноженное на 0,5. Все это равно 13,45. Считаем левую часть. Выполняем умножение. 14,5 на 0,5 получаем 7,25. Умножаем 12,4 на 0,5 получаем 6,2. Складываем 7,25 плюс 6,2 получаем 13,45. Равенство верное. Значит задачу мы решили верно. Можем смело записать ответ. 0,5 часа. Решим последнюю задачу. Чтобы замесить тесто, на основу для пиццы необходимо 6 частей муки. 2 части масла, 2 части воды. Сколько потребуется масла для приготовления 6 килограмм теста. Составим схему к задаче. Обозначим за х одну часть теста. Тогда муки нам потребуется 6 таких частей, что есть 6 х. Масло 2 х. Воды 2 х. А по условию задачи мы знаем, что из данного количества частей у нас получится 6 килограмм теста. Всего можем составить уравнение. Складываем все части. 6 х плюс 2 х плюс 2 х равно 6. Приводим подобные слагаемые в левой части уравнения. Получаем 10 х равно 6. Называем компоненты множитель, множитель, произведение. Неизвестным компонентом является множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, необходимо произведение 6 разделить на известный множитель 10. Выполним деление. Получим. Х равен 0,6 килограмм содержится в одной части теста. А в условии задачи масло брали 2 таких части. Умножим. 2 на 0,6. Получим. 1,2 килограмма масла нам потребуется для приготовления 6 килограмм теста. Проверим, правильно ли мы нашли значение одной части. Подставим найденное значение, неизвестный х, в уравнении и решим числовое выражение. 6 умножаем на 0,6 плюс 2 умноженное на 0,6 плюс 2 умноженное на 0,6 равно 6. Выполняем умножение. 6 на 0,6 равно 3,6. 2 на 0,6 1,2 сложим полученное произведение. Получим 6. Действительно. 6 равно 6. Значит задачу мы решили верно. Записываем ответ. 1,2 килограмма масла нам потребуется для приготовления 6 килограмм теста. Итак, ребят, подведем итог занятия. Важно и нужно уметь решать задачи алгебраическим способом, то есть с помощью уравнений. Так как решение практических задач очень часто сводится к решению уравнений. И в этих задачах бывают не только натуральные числа, но и десятичные дроби. Спасибо за внимание.